Почту Милтона Почту Милтона Содержки третьего эпизода Так, посылка вышла 10 ноября То есть это было давно, а у нас сейчас уже начало декабря Поэтому тогда еще и вышел Чуть позже Или чуть раньше Дневник разработчиков Я его вам тоже попозже озвучу Так, значит он сообщает нам, что Содержит дневник разработчиков Новости и задержки третьего эпизода Если вы еще не прочитали дневник, пожалуйста Сделайте это В нем также говорится о стирании, сохранении режим истории В предстоящем декабре Это все понятно. Второе, что заявляет Рафаэль. Мы только что выпустили наши игровые саундтреки на Bandcamp. Это может быть интересно для тех, кто играет на консоли, так как раньше игровые саундтреки были доступны только в Steam. Я на консоли не играю, ничего тут не могу сказать. Так, все, а теперь к вашим вопросам. Заявляет Рафаэль. Первый вопрос. Спасибо за ответ на мой вопрос про кабину пилота на Волщегоре, пишет кто-то в последней посылке. Я мечтаю найти эту кабину в один прекрасный день и улететь на ней... Нет, в один прекрасный день. У меня еще есть несколько вопросов. Первое. На какой сложности играя в эту игру, вы получаете удовольствие? Второе. Железнодорожный ветка водопада Ворного ущелья является большим регионом, который имеет потенциал, чтобы стать больше, чем переходной зоной. Он известен своим железнодорожным мостом. Ну да, помню такой железнодорожный мост, где почти нет шпалки, такая кривая рельса, и с нее кажется, что сейчас упадем. Рассматриваете ли вы возможность расширения этого региона? Возможно добавление некоторых альпинистских спусков в систем пещер. Ответ. Это забавный маленький регион. Одна из причин, по которой мы добавили ущелья, где вы можете выживать, заключалась в том, что мы хотели бы, чтобы в будущем там был переход в другую локацию. Своего рода трехсторонние переходные зоны, которые связывают загадочное озеро, прибрежное шоссе и секретное место. О, как! Интересно, интересно, сделают они это или нет? Второй вопрос. Есть ли план рождественной версии The Landark по типу ивентов For Days of Night? Ответ. С выпуском редакции нового обновления режима выживания в декабре у нас не будет времени на рождественское мероприятие. Но в этом году мы многому научились в 4 Дон. Я думаю, что мы хотели бы сделать больше таких событий, не только в сезонах. Поэтому, возможно, это то, к чему мы можем стремиться в следующем году. Короче, Рафаэль заявляет, что, возможно, когда-нибудь будут какие-нибудь такие явления типа хэллоуинского ивента, которые будут приурочиваться, рачиваться каким-то календарным событиям. Третий вопрос. Как вы покидаете Милтон прямо перед входом в переходную пещеру на загадочное озеро? Вы можете увидеть слева автопоезд, фуру. На какой карте его можно найти? Ну да, есть эта фура, ее можно заметить. Ответ. Ты имеешь в виду участок шоссея, маленький мост, который ты видишь внизу? Вы должны были видеть самолет Маккензи оттуда же, поэтому мы создали эту небольшую перспективу. Вы также можете увидеть это место из ущелья в начале первого эпизода. Эта область в настоящее время не является доступным в игре пространством предполагает связь с будущим регионом. Все понятно. Фуру, да, ее видно. Туда можно спуститься при помощи чьи-то на полет, но там ничего интересного нет. Четвертый вопрос. Почему на форуме не было анонса событий For Dies of Night? Очень хотелось поиграть в этом году. Ответ. Так и было. Для этого мы создали целый подфорум. Мы также разместили информацию на нашем сайте, на всех наших каналах, в социальных сетях, на форумах Steam и в объявлениях, а также отправили сообщения в наш список e-mail и рассылки. Ну, кстати, да, сообщений о предстоящем For Dies of Night было полно. Поэтому не знаю, как этот человек проморгал данные явления. Пятый вопрос. Сделаете ли вы когда-нибудь стрим о том, как вы играете в The Long Dark? Я понимаю, что вы очень занятой человек, но я думаю, что многим людям здесь понравится, если вы это сделаете. Ответ. Наверное, нет, потому что тебе было бы так скучно смотреть на это. В нашем сообществе есть тонны стримеров, которые намного лучше меня. Ха-ха-ха. Интересно, кого он имел в виду? Шестой вопрос. Если дамба картера была отключена в течение десятилетия, откуда появляется электричество во время Северной Сиянии в острове Великого Медведя? Есть другие источники энергии? Вторая часть вопроса шестого. Разбившийся самолет упал на Волчьи горе из-за какой-то проблемы во время полета. Или он приземлился на острове, в конечном итоге, врезавшись в гору? В самолете было замыкание приборной панели во время первой вспышки, как в самолете Маккензи. Или эта авария произошла в другое время? Если да, то и до, после него, с частного... А если да, то до или после несчастного случая с Маккензи. Короче, вопрос. Почему упал самолет так же, как у Маккензи? И когда упал до Маккензи или после? Ответ. Одна из загадочных вещей это то, как Северный Сиянии может, в кавычках, оживить старую технологию. Это выходит далеко за рамки дамбы, картеры. Вы увидите результат сияния на светящихся прожекторах, автомобильных фарах, внутри и снаружи домов и т.д. Ну да, это понятно. Второй. Самолет на вершине Волчьей горы разбился при тех же обстоятельствах, что и самолет с Маккензи. То есть, ни до, ни после, а во время разбивания Маккензи в лепешку, Волчью гору врезались несчастные пилоты и расшиблись в усмерть. Седьмой вопрос. Привет, Раф. У меня есть несколько вопросов. Первое. Предполагаемое время выпуска следующего обновления для Песочницы. Или вы, в первую очередь, сосредоточьтесь на выпуске эпизода Драй. Второе. Будете ли вы когда-либо вводить НПС в режим Песочницы? Если да, то как бы они себя вели? Враждебно, дружелюбно, нейтрально. Тебе что, медведей не хватает с лосями НПС? Увидим ли мы человеческие патрули, которые могут застрелить нас на месте или хищников, которые могут напасть на них? Перестрелка в открытой зоне привлечет смертельных хищников, но я не думаю, что это будет неплохо. Но я не думаю, что это будет неплохо. То есть он думает, что это будет хорошо. Двойное отрицание означает утверждение. Третье. Будут ли когда-нибудь схватки между животными дикой природы? Например, стая волков атакует медведь или даже лося. Я помню, что это было в дорожной карте, но мне просто интересно, рассматривается ли это до сих пор. Четвертое. Блин, сколько тут под вопросов в седьмом вопросе. Четвертое. Вы когда-нибудь думали о внедрении региона, вдохновленного определенными вещами? Или даже регион, основанный на чем-то более похожем на город? Очевидно, это требует довольно много времени и ресурсов. Пятый. Под вопрос в седьмом вопросе. Будут ли транспортные средства еще более полезны во время северного сияния? Я видел в трейлерах, а также на артах мост, где более 20 машин. Это будет в игре или это уже произошло до нынешних событий? Все машины мигали фарами и т.д. Но этого нет в игре. Я хочу, чтобы все машины мигали фарами. Даешь машины мигающие фарами. Я бы очень хотел... Ах, это мадемуазель. Я бы очень хотел, чтобы северное сияние было чем-нибудь полезным. Хм. Тебе недостаточно света в помещении, при котором можно читать даже глубокой ночью. Я бы включала холодильники, микроволновки, радиаторы и т.д. На этом все. Спасибо. Ответ. Я собираюсь выбрать вишенку из этого длинного списка. Ой, какой ты молодец. Следующее обновление режима выживания в декабре. Прочтите наш последний день к разработке. Да, я, ребяточки-девчерчки, его озвучу при возможности. Так, теперь он отвечает. У меня есть идея, как добавить больше вещей в кавычках в The Long Dark. У многих машин в игре есть фары, они мигают во время северного сияния, так что вам просто нужно больше играть в игру в ночное время. Кроме того, есть буферные воспоминания, в которых можно найти повествовательные предметы коллекционирования, которые появляются только во время северного сияния. Кроме того, есть фонарь, который становится пригодным для использования во время северного сияния. Это лишь несколько примеров того, как северное сияние полезно, заявляет Рафаэль. Восьмой вопрос. Какой следующий элемент режима выживания вы хотите добавить или изменить или обновить? Мой личный список пожеланий выглядит примерно так. Это звук раскатываемой губы. Обновление навыков, переделать рыбалку, обновить охоту, ремонт, дробь, заточку, дробь, чистку, вкоп в скобках мини-игра. Мне сначала показалось мини-ган с возможностью автоматического пропуска. Больше одежды, больше животных и т.д. И больше золота. Но все, что вы делаете, нормально. С уважением Джон. Джонни, Джонни! Они на деревне... Джонни уже ж был. Слушай, Джонни тут у него какой-то любимчик. Завсегдатай. Ответ. Следующие элементы. Может мне тоже написать вопросы, подписаться? Джон! И Раф сразу. О, Джон! Ответит. Точно. Ребята, подписывайтесь именем Джон, когда задаете вопросы на форуме Хинтерлендер. Кстати, я вам ссылку дам в описании данного видео, где задавать вопросы. Так что подписывайся. Айда все подписываться, Джонни. Ответ. Следующие элементы режима выживания, которые мы будем менять, это те элементы, которые мы добавляем Я засыпаю, потому что мне уже скучно одно и то же читать Он пишет вечно какую-то пургу Мы все сделаем когда-нибудь, а сейчас мы что-то тоже делаем Вот так надо отвечать Мы когда-нибудь сделаем, и мы сейчас тоже что-то делаем Следующий элемент режима выживания, который мы будем менять Это те элементы, которые мы добавляем для декабрьского обновления Режима выживания Помимо этого, конечно, есть большой список вещей Покатай меня, большой черепаха Помимо этого есть, конечно, большой список вещей, которые мы хотели бы сделать Но я стараюсь избегать подробностей Потому что это может создать ложные ожидания И иногда люди в конечном итоге будут чувствовать себя грустными Поэтому об этом позже мне нравится твой список Восклицательный знак Девятый вопрос Как вы создали ГЭС? Как вы создали ГЭС? У вас была на примете какая-то станция Или вы ее вставили в игру, или вы сами ее придумали Или вы работали на ГЭС, или ваш дедушка работал на ГЭС Эх, помню время, когда она была маленькая и пустая Когда на ней жил бедный несчастный волк Флаффи Если не ошибаюсь Ответ Мы создали ее на основе Эталонных изображений, заброшенных плотин И других промышленных объектов Но дизайн и планировка наша идея Я хотел убедиться, что Дополнение к этой красивой дикой природе Имеются интересные заброшенные промышленные места Для изучения вдохновления Такими играми, как Fallout и Stalker Китобойные станции в зоне запустения Еще один пример такого заброшенного промышленного объекта Мне нравится их исследовать А что, Раф сам пишет, ему нравится их исследовать Что, до сих пор не наисследовался, что ли? Ты давай иди игру делай Исследовать ему нравится Копье давай, медвежье Третий эпизод Элемент Десятый вопрос Первое Тут тоже под пункт им У вас есть в планах добавить головной убор шляпу? Да, шляпу Она, он, она может быть сделана из енота Или другого же нового животного Ну ты что, енота на шляпу? Как у тебя рука повернулась на кнопку нажать? Еноты же они такие, скажем так, безобидные, добрые существа Лапками машут и шапку из енота Да пу на тебя Есть ли какие-либо планы? Это второй под пункт Чтобы добавить дополнительные испытания в игре И расширить каждое существующее испытание Чтобы включить, отслеживая лидеров по времени Третий Есть ли планы добавить постоянное снижение здоровья К вашему персонажу Для каждого серьезного события, которое испытывает игрок Чтобы вы не возвращали их 100% на здоровье Приняв обезболивающий И вздренув после того, как волк разорвет вашу руку Скажем, уменьшая максимальное достижимое состояние на 0,1,2,3% за событие в кавычках В зависимости от сложности игры Ответ Для вопросов 1 и 2 Я бы сказал, что лучше совет играть в наше декабрьское обновление Режимы выживания Второе А нет, что касается вопроса номер 3 Мы уже делали это с оморожением Но это не значит, что мы не можем расширить это в будущем Большинству игроков не нравится, что они не могут полностью восстановить свое здоровье Но я вижу, что это работает в более сложных режимах Мне лишь нравится идея превратиться в ковыляющего после крушения выжившего Из-за моих миллионов раздержения Порезав синяков дизентерии Но я странный, заявляет Раф Но после крушения дизентерию ты не получишь Если только потом чего-нибудь нажрешься А во время крушения дизентерии никак не получается Там скорее диарея получится Но дизентерии никак не получится Если только на нервной почве С вытекающей опять же диареей Причем в прямом смысле вытекающей Ой, каламбур на каламбуре Дядя Саша Ястапа понесло Одиннадцатый вопрос По поводу имен, которые вы выбрали для локации и подлокации Как вы определились с этими именами? Почему там не мое имя? Некоторые из них довольно понятные Железная дорога загадочного озера Овраг Запятая овраг Но другие уникальны Одинокая топь, гараж и другое Основаны ли они на реальных местах Возможно из любимой книги Или просто придуманы? Да, это гараж из моей любимой книги Гараж Ответ Первоначально я выбрал намеренно В кавычках обобщенные названия Потому что мир песочницы должен был скорее В кавычках идеей О том, каким станет мир в будущем Поэтому мы думали в дальнейшем заменить названия на более конкретные Но в итоге нам все это надоело И мы не стали ничего менять Не, не так он пишет Он пишет Но в итоге мы решили оставить эти названия Мы стараемся дать регионам более описательные названия Чтобы у вас было представление о них Кроме некоторых конкретных мест Которые имеют историю в нашем мире Таких как Милтон, Гэс, Картер Или китобойные станции И т.д Ну, китобойные станции, естественно, бывают в нашем мире Двенадцатый вопрос Как изначально предполагалось Вы думали об игре как о бесконечной выживалке? Вопрос В конечном счете, даже самые опытные игроки Счерпали бы ресурс острова медведя И вечное выживание явно маловероятно Есть несколько предметов в игре, которые не возобновляют Это ткань, металл, клёны, берёзы И это один из аспектов игры Который выделяет её неизбежность смерти Которую можно только отодвинуть Если да, то каково было мнение вашей команды О том, сколько дней мог прожить самый опытный игрок Какой отчёт о выживании в днях впервые удивил команду? Так, сейчас сначала отвечу я Уважаемый, задавший двенадцатый вопрос Ну, у тебя, конечно, кончатся Берёзы и клёны Ты не сможешь делать луки и стрелы Если это не званный гость Да и патроны на сталкере закончатся, наверное, поздно Но ты же можешь вечно ловить рыбу Уж металлолома-то тут до попы Бегать короткими перегешками между бараками Ловить рыбу и жрать её А балки спавнятся бесконечно Так, изменилось ли ваше видение По мере того, как игра приобретает более широкую аудиторию? Многие из предложений на этом форуме О том, как должна развиваться игра Подорвали бы неизбежную кончину Ответ Да, я всегда видел, что режим выживания, естественно, не бесконечный Я думаю, что это также создаёт ощущение очень высоких ставок Где ваш выбор действительно имеет значение И я бы не хотел потерять это В Винтермуте нужно что-то другое Потому что психологии игроков очень разные Но для выживания это очень тематично В конце концов умереть Всё, что мы добавляем в игру В том числе новые предметы Эпикировки Экипировки или крафтовую одежду Такую, как новая шляпа Может помочь продлить вашу жизнь Дать вам ещё один шанс Продолжать идти Но в конце концов вы урёте Если ты не читер, пишет он крупно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о Не читер Просто иначе вы никогда не окажетесь в ситуации Когда вы слишком потерянны Слишком замёрзли Слишком голдны Слишком слабы от травм и т.д. Даже если вы храните тонны припасов И сидите в своём любимом месте И просто проводите там время днями и ночами То ты точно сойдёшь с ума И вам придётся выйти на улицу Сделать что-нибудь рискованное Чтобы снова почувствовать себя живым Почему? В пещере можно сидеть вечно Если ты Рафаэль А Клавдия Семёнов Не о клаустрофобии То в пещере можно сидеть вечно Только не в пещере с прогрузом А в такой, в открытой пещере Когда мы только начали работать над механикой Было непросто продержаться 5-6 дней Сейчас это очень достижимо Отчасти потому, что у вас больше инструментов Больше ресурсов Не можешь найти что-то в доме Перейти в другой дом Собрали всю одежду ГО в другой регион и т.д. Часть проблем заключается в создании опыта Который может удовлетворить Множество различных стилей игры Уровни мастерства Интереса к выживанию против людей Которые просто хотят впитать атмосферу И исследование Я не думаю, что видение изменилось По мере расширения аудитории Кроме того, можно сбалансировать ситуацию Введя новые риски Короче говоря, я думаю, что тот факт Что вы не можете выиграть режим выживания Действительно является ядром опыта Да, режим выживания выиграть нельзя Тринадцатый вопрос Как вы думаете, возможно ли, чтобы здания Или другие сооружения загорелись Были уничтожены или повреждены в ходе одной игры Ковы, в скобках, огнем Или, возможно, суровой погодой Как вы думаете, это было бы желательной особенностью геймплея? Ответ Да, когда мы доберемся до этого Это вполне возможно Это невозможно в нынешнем мире игры Мы пытаемся, в кавычках, сымитировать это Меняя целые дома, на сгоревшие Как часть случайности наших регионов Чтобы предложить, что тот или иной дом Сгорел при пожаре С точки зрения распространения огня Как игровой функции Мне нравится идея этого Я думаю, что это может быть действительно интересно В некоторых случаях Но я не уверен, будет ли это полезно для нас в этот момент Может быть, в будущей игре Ну да, я понял Бросил факел в доме Он сгорел нафиг Это сдох Угорел или Об ожоге получил Четырнадцатый вопрос Есть ли планы, чтобы немного обновить животных? Олени часто застревают на повальных деревьях или в углах А подстрельные животные иногда совершают странные маршруты Вверх по крутым халвам Что делает их невозможным для ослеживания Хотя я понимаю, что это трудно исправить Второе Почему медвежьи носы? Светятся в темноте Носы Ага Светятся носы У него левосторонний гоморит Это пара из одной ноздрей идет Ответ Первый Да Есть планы что-то с животным делать Второе Я думаю, аллергия на северное сияние Поэтому у него нос светится в темноте Пятнадцатый вопрос Тоже думал о ремонте одежды Что мне нравится в игре Так это то, что вы можете сделать так много одежды из шкур разных животных Что происходит после того, как у вас закончились наборы для шитья Вы хотите отремонтировать свою одежду Есть ли какие-либо идеи о ремонте одежды с помощью натурального набора для шитья и т.д. Странный вообще вопрос Очевидно, человек мало играет в игру Ответ В настоящее время вы можете использовать рыболовные крючки лески вместо швейных комплектов Ну да Удочкой можно ремонтировать Какая проблема-то? Шестнадцатый вопрос Оглядываясь назад, что бы вы хотели сделать по-другому? И как вы думаете, каковы были результаты до этого другого выбора? Ответ Обратный отчет времени до нашего трейлера запуска игры на PS4 в 2017 году Я просто неправильно понял этот момент Я был так вызволован, что наконец смогу поделиться датой выпуска трейлером Демонстрирующим первые кадры нашего контента в режиме истории И поделиться новостями запуска игры на PS4 Мероприятие закончилось тем, что куча людей настроились против меня лично И это привело к множеству негативных и личных атак Испортило отношения со всей частью нашего сообщества Помню, помню, был такой Так что если бы я не сделал обратный отчет Да-да-да, обратный отчет был, помню, помню Так это был обратный отчет, который был посвящен запуску игры всего лишь на PS4 Да? А какого же хрена все это было так преподнесено? Так что если бы я не сделал обратный отчет Мы, вероятно, не оказались бы в таком положении Я не ищу сочувствия Мне комфортно с моим выбором и тем, как это ожесточило мои чувства Я думаю, что это короткий способ сказать, что я сожалею Но это испытание должно было произойти И тест в конечном счете помог ожесточить некоторую решимость Вокруг определенных убеждений, которые у меня есть И поэтому, в конце концов, я пришел, чтобы обрести мир с ним Нашел моментик, чтобы вернуть свое оправдание Относительно этой истории с обратным отчетом Айда, Рафаэль Айда, как говорил Пушкин, сукин сын Семнадцатый вопрос Трейлер, и ближе к концу есть быстрый клип медведя Бросающегося на игрока с ракетницей Вы слышите отличительный щелчок Указывается на то, что ракетница не была заряжена Я знаю, что видел множество сообщений здесь и в других местах Где люди пытаются использовать ракетницу Только для того, чтобы понять, что они забыли перезарядить ее Очевидно, эта ошибка пользователей часто приводит к коммунистическим анекдотам Людей, девочек, то же самое Просто любопытно, было ли это своего рода кивком? Ответ Да, этот момент трейлера показан довольно отлично Да, я тоже иногда забываю перезарядить ракетницу Восемнадцатый вопрос Потому что анимации, когда чувак выбрасывает пустую ракету Нам кажется, что он их вставил в новую А он только выбросил при первом После выстрела использованную гильзу выбросил А ракету он не вставляет И, возможно, вот эта анимация нам мешает Мы ее подсознательно воспринимаем как перезарядку Хотя я прекрасно знаю, что ракетницу надо перезаряжать Восемнадцатый вопрос Был очень удивлен, когда услышал, что The Long Dark будет удалена из магазина GOG Может ли вы пролить свет на то, что за сел воспринять это решение? Ответ Просто деловое решение, как десятки, которых я принимаю каждый день Мы будем продолжать поддержку сборку GOG для наших существующих клиентов Чтобы никто не пострадал от этого удаления А, из GOG убрали The Long Dark А что так? Ну, неважно, убрали, убрали Девятнадцатый вопрос Будут ли какие-либо взаимоисключающие в скобках Выберите один или вы не можете выбрать другой вариант И в режиме истории редакт Ответ, да А, взаимоисключающие варианты Либо тот, либо этот Двадцатый вопрос В какой половине декабря выйдет обновление? В первое или второе? Второе Вы написали в дневнике разработчику, что в игру будет добавлен новый испытание Есть ли шанс, что это будет добыча, часть 3? Ответ Во второй половине декабря выйдет обновление? Второе Нет, это что-то другое То есть не добыча, часть 3 у нас выйдет, когда выйдет обновление Двадцатый вопрос Что такое The Long Dark версии 1.39? Ответ Это обновление, которое отключило наше событие For Dice of Night, как только оно было закончено О, у нас все кончилось Это все вопросы на этой неделе Еще раз спасибо всем, кто нашел время, чтобы задать вопросы Я надеюсь, что вы найдете ответы интересным И не забывайте о ноябрьском дневнике разработчиков И сонтреки к бандкэмпу помянутых в верхней части этого поста Наслаждайтесь выходными раф. Фуууу Я закончил озвучивать шестнадцатую посылку из Милтона, ребятушки и девчаточки Благодарю бескрайне всех, кто меня слушал и смотрел. Желаю вам удачи в игре. Остерегайте серых штурмовиков. Понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч, друзья мои. Увидимся на канале Жук, Муравейники. Ура!